Одна из самых тревожных новостей последнего времени касательно российской армии — это прибытие туда корейцев, северокорейцев. Не просто северокорейцев, а северокорейской армии. В российской армии воюют немало различных наемников из разных стран. Россия вербует их регулярно и обманом заманивает в российские войска. Так уже были индусы, эквадорцы и кого только не было. Однако здесь ситуация сильно иная. Речь идет о регулярных северокорейских войсках. Фактически, это вступление в войну армии другой страны. Много это ли меняет? Достаточно много. Причем не только с точки зрения раскладов на поле боя, так и с точки зрения отношения разных стран к происходящему. И сегодня в этом видео мы с вами, во-первых, попробуем понять, что вообще происходит. Насколько действительно можно утверждать, что северокорейская армия уже задействована в этой войне. Насколько можно утверждать, что северокорейцы уже прибыли в Россию. И готовиться к тому, чтобы принять участие в боестолкновениях. А во-вторых, проанализируем, на что это может повлиять. Каким привести последствиям. И какой ответ на это будет со стороны Запада и его союзников. Ну а теперь давайте же сначала попробуем понять, что вообще происходит. Потому что спекуляции на эту тему было немало. Были, как и довольно сомнительные заявления. Например, про 18 сбежавших северокорейцев из Брянской, по-моему, области. Также были и мало подтвержденные данными объективного контроля информация об уничтожении на полигоне в Донецкой области шести северокорейских офицеров. Которые наблюдали за подготовкой штурмовиков. Но есть информация, которая подтверждена в том числе спутниковыми снимками, видеозаписями и из разных источников. Из которой лично я делаю вывод, что северокорейцы уже находятся на территории России. И в самое ближайшее время будут отправлены непосредственно для участия в боевых действиях. Но начнем по порядку. Национальная разведательная служба Республики Корея выпустила пресс-релиз. В котором официально сообщила, что КНДР начала переброску войск в Россию для подготовки к участию в войне с Украиной. По данным ведомства, первая партия из 1500 северокорейских спецназовцев прибыла с 8 по 13 октября в порт Владивостока на четырех десантных кораблях и трех фрегатах, принадлежащих Тихоокеанскому флоту России. Вскоре запланирована вторая транспортная операция. Кроме того, между Владивостоком и Пхеньяном курсируют военно-транспортные самолеты, такие как Ан-124. Разведательная служба утверждает, что северокорейские военные сейчас базируются на территории военных частей в Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Им выдали российскую военную форму и вооружение, а также удостоверение личности на имена жителей Якутии и Бурятии, внешне, цитата, похожих на северокорейцев. Таким образом, российское командование пытается скрыть факт участия в северокорейских военных боевых действиях на стороне России. Ранее, в тот же день, в сети появилось видео по информации о синтоаналитиков, снятой на территории военной части 449-80 127-й мотострелковой дивизии в Приморском крае, недалеко от границы с КНДР. На нем группа военных, предположительно из Северной Кореи, проводит тренировку, при этом автор видео утверждает, что их миллионы тут, их нельзя снимать. Переводчик с корейского, которому инсайдер показал видео, отметил, что один из военных на видео кричит «Следуй по черной линии» и добавил, что, скорее всего, это северокорейский диалект. Давайте посмотрим само видео. Это только начало, а там еще дальше. Все, нас захватили. Вот они побежали, побежали. Тут-тут-тут-тут-тут. Нельзя их снимать. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Сейчас, сейчас орда пойдет. Еще. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Это только начало, там еще дальше. И я делаю вывод из того, что за эти дни, я знаю, что многие команды этим занимались, для того, чтобы понять, подлинное это видео или нет, точнее, как подлинное, не является ли это видео каких-нибудь старых учений, не является ли это видео чего-то другого. То есть не то, чем кажется, ни одна из команд не смогла найти, что это может быть. И поэтому я делаю вывод, что это действительно актуальное видео, которое попало в сеть из-за того, что какой-то местный военный, местный солдат снял, как осуществляется проходы этих. Там, конечно, не миллионы северокорейцев. Понятно, что это гипербола и преувеличение, но типа, когда ты видишь там, не знаю, как проезжает много машин из кортежа, такой, да, их миллион. Вот, думаю, примерно то же самое. Тем не менее, это видео является первым видеосвидетельством присутствия северокорейских войск на территории России. 17 октября об отправке 11-тысячного северокорейского контингента на территорию России для подготовки к участию в боевых действиях заявил изданию Warzone глава ГУРа Кирилл Буданов. Они будут готовы воевать в Украине 1 ноября, сообщил ТВЗ генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Северокорейские войска будут использовать российское снаряжение и боеприпасы, подчеркнул он. Первый отряд из 2600 солдат отправятся в Курск, ну, в Курскую область, где Украина создала плацдарм. Неясно, куда пойдут остальные северокорейские войска, добавил он. Сейчас у нас нет полной картины, сказал Буданов. Комментарии Буданова прозвучали через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам в Брюсселе, что около 10 тысяч северокорейских солдат готовятся сражаться с его страной на стороне России. Зеленский предупредил, что вмешательство третьей страны в военные действия превратит конфликт в мировую войну, сообщает АССР. Украинский лидер не стал вдаваться в подробности. Днем ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил в Сеуле, что Вашингтон и его союзники встревожены военной поддержкой Северной Кореи войны России в Украине, но не смог подтвердить заявление Украины о том, что северокорейские солдаты уже были отправлены воевать на стороне Москвы. Во вторник украинские СМИ сообщили, что около трех тысяч военнослужащих вошли в состав специального бурятского батальона, сформированного в составе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России для участия в боевых действиях в Украине. Как сообщалось ранее, и вы, наверное, это помните, президент России Владимир Путин в понедельник внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий ратификацию стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном, которое, собственно, было заключено в июне. Он призывает стороны оказывать друг другу военную помощь в случае войны. Еще одним признаком бурно развивающихся отношений между Москвой и Пхеньяном стало появившееся в четверг сообщение о том, что российские войска учатся использовать северокорейскую самоходную артиллерию. Украинская группировка партизан АТЭШ заявила в Телеграме, что российский солдат, входящий в группировку, сообщил, что обучение проходит в Высшем артиллерийском командном училище в Саратове, примерно в 500 километрах к востоку от Украины. АТЭШ не уточнил, какой вариант самоходной артиллерии предоставила Северная Корея. Пентагон изучает сообщение о том, что северокорейские войска воюют на стороне России, но не может их пока подтвердить, сообщил генерал-майор ВВС Пэт Райдер изданию The Warzone на пресс-конференции в четверг. «Если это правда, это продемонстрировало бы рост сотрудничества между Россией и Северной Кореей, я думаю, что это также продемонстрировало бы ужасное положение, в котором оказалась Россия с точки зрения ее сил на поле боя», сказал Райдер. «Как вы слышали, мы недавно говорили, потери, которые Россия несет на линии фронта, чрезвычайно значительные, более 600 тысяч убитых или раненых, и поэтому это просто демонстрирует отчаяние в плане выявления дополнительных сил для их армий. Это то, зачем мы будем продолжать пристально следить». Тут надо отметить дополнительно, зачем вообще понадобились северокорейские войска, ведь это сильное повышение рисков. Почему это вообще повышение рисков? Потому что, когда вы начинаете использовать войска чужой страны, это открывает сразу несколько возможностей для ваших оппонентов. Ну, во-первых, очевидно, что Южная Корея не останется в стороне, и она может уже напрямую снабжать Украину вооружением. Сейчас Южная Корея делает это через страны-посредники. Второй момент – это то, что долго обсуждалось, могут ли войска западных стран быть в Украине. Не на передовой и не в рамках боевых действий, но, например, в глубоком тылу или, например, охранять границу с Беларусью для того, чтобы высвободить украинские войска с этого направления. То есть этот вопрос всерьез обсуждался. Можно даже представить себе вполне западные расчеты противовоздушной обороны, которые будут работать в Киеве и в других областях Украины, где нет боевых действий непосредственно на земле, но где есть необходимость сбивать ракеты, сбивать дроны и так далее. Этот вопрос обсуждался ближе всего к ответу на этот вопрос, к положительному ответу на этот вопрос приблизился Эммануэль Макрон, который в какой-то момент начал говорить, что вполне возможно отправление части украинских солдат непосредственно в Украину, в тыловые районы для проведения инструктажей и для, собственно, помощи украинской армии, но без участия в боевых действиях. Теперь же, когда Россия использует северокорейцев, это по факту открывает для Запада эту возможность, потому что в итоге эта идея использовать западных солдат в этой войне в тылу Украины была пресечена соображениями об эскалации, что если Запад в одностороннем порядке, да и в принципе примет это решение и перебросит в Украину собственные войска, которые, по сути, будут принимать участие в боевых действиях, хоть и не на непосредственной линии боевого соприкосновения, тогда это эскалирует войну. Как вы помните, Запад уже много раз наложил в штаны из-за страха перед Владимиром Путином. Это, наверное, одна из самых чудовищных частей этой войны, что те, кто, по идее, должны помогать Украине, те, кто имеют экономику, сильно превышающую российскую, военную мощь, сильно превышающую российскую, технологический прогресс, сильно превышающий российский, эти страны скукожились от страха и боятся то ли ядерной бомбы, то ли еще чего-нибудь, что Владимир Путин может в их представлении сделать, тем самым только подогревая интересы и возможности Путина к тому, чтобы это реально сделать, потому что диктаторы и агрессоры всегда реагируют на слабость. Когда они видят слабость, они прут дальше. Когда они видят силу, тогда они отступают. К сожалению, это понимание к Западу пока не пришло. И чем больше и дольше оно не приходит, тем больше вероятность того, что Запад стратегически понесет поражение в нынешней сложившейся ситуации с фатальными последствиями для всего мира и в особенности для Запада. Не говоря уже, к сожалению, про Украину. И в этом контексте, конечно, очень важно для Запада, чтобы первые шаги к тому, что они называют эскалацией, предпринимала Россия. Мы видели яркий пример этого, когда Россия начала наступление в Харьковской области. До этого Америка запрещала Украине наносить удары по российской территории с западным оружием. Но после того, как Россия пошла в наступление в Харьковскую область, Украина получила разрешение наносить удары хаймерсами вглубь российской территории по Белгородской области. Это привело к довольно эффективному поражению целого ряда российской техники и артиллерии. И, собственно, Запад сказал, что это было следствием российской атаки. То есть Россия перешла очередную красную линию, но Запад, в отличие от России, красной линии не просто так рисует, а действительно, когда Россия их пересекает, он расширяет возможности Украины, которые там может использовать в войне. С одной стороны, это чудовищно, потому что, ну, надо дать все возможности Украине для того, чтобы защищаться прямо сразу. Но, с другой стороны, сама концепция красных линий, которую использует Запад, предполагает, что если вы действительно используете политику красных линий правильно, то страна, та, которая агрессор, она будет бояться нарушить эти красные линии. Работает ли это? Нет, не работает. Но, собственно, как минимум это говорит о том, что при нарушении России этих красных линий, Запад действительно может пойти на какие-то шаги. Возможно, именно использование северокорейских солдат станет тем шагом, который позволит Западу принять решение разрешить Украине бить дальнобойным вооружением по российской территории. Может быть, это приведет к отправке в Украину специалистов, европейских специалистов, американских специалистов, которые будут выполнять толовые работы. Кто его знает? Но в любом случае это открывает некое окно возможностей, и Путин не может этого понимать. Поэтому наим северокорейских солдат, даже не наим, а просто использование северокорейских солдат на линии фронта, это риск. Почему же Россия идет на этот риск? Глобальный ответ звучит как раз так, как описал спикер, которого я цитировал выше. Дело в том, что Россия несет колоссальные потери. Россия год в наступлении, и при этом весь этот год российские потери сильно превосходят украинские как минимум в три раза. При этом Россия не захватила какую-то чудовищно большую территорию. Россия захватила чуть больше тысячи квадратных километров, может быть полторы, но в любом случае это не сопоставимо с территорией Украины, и Россия не приблизилась к тому, на какую-то разумную отметку, не приблизилась к тому, чтобы захватить ту же Донецкую область. При этом Россия продолжает пытаться давить на всех участках фронта, и она делает это год без перерыва. То есть войска активно стачиваются. Мы видим признаки этого по тому, кого использует Россия в нынешних наступлениях. Она использует РВСН, ракетные войска, ВМФ, ВКС. То есть это войска, которые не предназначены для штурмовых атак с автоматами в окопы бежать, понимаете? И, собственно, Россия их использует. Это значит, что люди заканчиваются. В сегодняшней сводке я рассказывал о новом посте в ЗЭТ-канале Романа Сапанькова, военкора, который рассказывает, как почти всех БПЛАшников, многих БПЛАшников, которые он знает, переводят штурмовики, потому что штурмовиков категорически не хватает. О дефиците личного состава пишет из ЗЭТ-военкора Юрий Котенок. Он пишет про Донецкое направление, точнее, именно про Покровское направление в Донецкой области, что там просто не хватает у России солдат. Собственно, истощение российских сил это главная угроза для российской армии. По одному из планов, по одному из планов, которые я приписываю Владимиру Путину, и мне кажется, это основной его план, он рассчитывает на приход к власти в Америке Дональда Трампа в ноябре, что Дональд Трамп победит на выборах, придет к власти, и в итоге будет пушить Владимира Зеленского, чтобы тот капитулировал. Да, угрожая лишить американской помощи украинскую армию. Соответственно, если Владимир Путин искренне полагает, что именно так и будет, и это вариант, на который он рассчитывает, то он мог истратить все свои войска и может истратить все свои войска до ноября с расчетом, что в ноябре после победы Трампа Зеленского заставят подписать капитуляцию. Если план Путина не сработает, и Трамп не побеждает, или Трампу не удается заставить Зеленского подписать капитуляцию, тогда у российской армии будут большие проблемы, так как все свои войска насточила за этот год наступления. И вот здесь на сцену выходит Северная Корея. Дело в том, что Северная Корея, как вы знаете, одна из беднейших стран в мире, где люди живут в чудовищных условиях. Это настоящая диктатура, и Северная Корея — это как Гитлер. Когда хотят сравнить какую-то страну в негативном ключе с кем-либо, сравнивают с Северной Кореей. Как Гитлер — худший человек, так Северная Корея — худшая страна в истории человечества, по крайней мере, в современной истории, в новейшей истории человечества. И Северная Корея — худшая страна прямо сейчас на планете Земля, по крайней мере, по общему представлению. И именно поэтому в Северной Корее не то чтобы классно и здорово жить, и не очень высока ценность человеческой жизни. Более того, любой северокорейский солдат с радостью поедет воевать за Россию, потому что он хоть нормально пожрет, потому что Россия будет кормить его гораздо лучше, чем кормит собственно ее Северная Корея. Конечно, про Северную Корею есть много мифов, и голода там сейчас нет, безусловно. Но тем не менее, так скажем, рацион людей весьма ограничен. Любой северокорейский солдат с радостью поедет в российские войска, не говоря уже о том, что в принципе в Северной Корее никто не может ослушаться приказов, которые им отдаются, иначе это ведет к неминуемой смерти. И поэтому Северная Корея представляет реальную угрозу в нынешней войне для Украины, потому что Северная Корея как раз может заместить тех самых солдат, которых Владимир Путин сточил в нынешнем наступлении. И если речь будет идти о регулярных поставках солдат, не в целом там 10-12 тысячах за раз, это Украина это перемолит. Ну то есть Украина их уничтожит, как бы и все будет нормально. 10 тысяч это немало, и на отдельных направлениях это может сыграть большую роль, но тем не менее, это не критически. Но если Северная Корея, например, будет поставлять 10 тысяч солдат каждый месяц, то вот это уже будет гигантской проблемой для ВСУ. Потому что Россия с таким восполнением плюс свое собственное восполнение с помощью вербовки может продолжать ползучее наступление еще довольно продолжительное количество времени. Те западные издания, которые начинают писать про то, что как Sky News, например, которых цитировал быть Илья, что ну вот северокорейские солдаты не окажут влияния, потому что они не могут нормально коммуницировать с российской армией, эти издания идиоты. Потому что задача северокорейского солдата в российской армии на линии фронта будет умереть. Он будет выполнять роль пушечного мяса, как это было в Бахмуте, Чивака Вагнера, как это происходит сейчас на многих российских направлениях. Где у тебя там запускается пятерка или тройка, они идут до какой-то точки, если всех убили, запускается следующее, один дошел, окей, запускается следующее, из пятерых снова один дошел, вот у вас два уже дошли до какой-то позиции. И вот так до бесконечности для этой тактики нужно пушечное мясо. Северокорейцы идут быть именно пушечным мясом. Им не надо ни с кем общаться, им просто надо знать приказ. Им достаточно, чтобы им указали, куда им идти, и они пойдут. И в этом, наверное, главная угроза. Поэтому я с большим опасением слежу за происходящими событиями. Если действительно российская армия будет наполнена северокорейскими солдатами, это будет большой вызов не только Украине, но и, в принципе, мировому сообществу. Потому что это первое уже оформление оси зла в некоторую силу, которая представляется не просто там в рамках военного сотрудничества, например, там пересылки какого-то оружия или продажи оружия, а уже непосредственно совокупность армий. То есть это уже формирование боевого крыла оси зла, которое сейчас представляет собой четыре страны. Это Россия, Иран, Северная Корея и Китай. Но перейдем дальше к тому, что мы еще знаем и какие оценки дают различные эксперты. Американский эксперт сделал в четверг, что разместив войска в Украине, Северная Корея может заставить правительство Южной Кореи Юн Сок Еля пересмотреть свою политику отказа от оказания прямой военной поддержки Украины. По данным Южнокорейского информационного агентства Рюнхаб, Виктор Ча, глава Центра стратегических и международных исследований Кореи, сделается заявление после сообщения СМИ о том, что российские военные организуют вышеупомянутый специальный батальон северокорейских военнослужащих в условиях нехватки личного состава. Я полагаю, сказал он, это очень расстроит президента Юна, и кто знает, что он сделает, если он действительно расстроен, сказал Ча, на форуме, организованном совместно Институтом политических исследований АСАН и Брюссельским Центром безопасности, дипломатии и стратегии. Вслед за Будановым переброску северокорейских солдат подтвердило как раз южнокорейское издание Аренхаб со ссылкой на разведывательное агентство страны, но речь шла уже о 12 тысячах северокорейских солдат. Кореевед Федор Тертицкий в разговоре с инсайдером назвал ситуацию с отправкой северокорейских войск для поддержки России беспрецедентной и заявил, что договор о партнерстве может быть заключен с одобрением Китая. Северная Корея, сказал он, никогда не занималась интервенцией, они максимум посылали пилотов, как в Северном Вьетнаме, либо инструкторов в Зимбабве и другие страны Африки. То есть еще было небольшое количество офицеров, которые с личной санкцией руководства страны отправлялись учиться в СССР, Китай или ГДР. Но вот такого развертывания дивизии КНДР в другой стране такого не было. Это будет прецедент с самого 1948 года, когда КНДР была создана. Нынешний союз России КНДР по сути восстанавливает Советский союзный договор 61 года, который был аннулирован в 90-е и заменен на договор о добрососедстве при раннем Путине. Это определенно новая эпоха в двусторонних отношениях. Там самое главное это не столько совместная борьба против ограничений и культурные и научные мероприятия, а военный союз. То есть в случае нападения на одной сторон вторая сторона должна прийти на помощь немедленно и всеми средствами. С точки зрения договора речь здесь идет о территории России в соответствии с российским законодательством, то есть учитывая все регионы, которые Путин объявил своими после 22 года. По идее Северная Корея должна участвовать в битве за Херсон и за Запорожье, которая теперь по Конституции входит в состав России. Там нельзя вывернуться и сказать, что Курск это конечно да, а Запорожье нет. Я не сомневаюсь, что договор был создан с одобрением Китая, был уже и визит Путина в КНР. Без прямого китайского согласия никто бы на это не пошел, просто потому что Путин не может себе это позволить. Понятно, что в целом в Китае по меньшей мере кивнули и сказали, что можно. Китай хотел бы, чтобы Северная Корея была на плаву. Плюс у них сейчас плохие отношения с Америкой, поэтому КНДР воспринимается как свой сукин сын. Его недолюбливают, но он свой. Хорошо, если санкции ООН от 2017 года нарушены, а еще лучше, если они нарушены китайцами и россиянами. В случае, если кого-то поймают за галстук, Си может сказать, что это все Путин, а не он. Наконец, это будет оплачено из российского бюджета, а не китайского. Китай не хочет, чтобы Путин окончательно выиграл и не хочет, чтобы Путин окончательно проиграл. Им бы хотелось, чтобы все закончилось каким-то непонятным и хрупким миром, чтобы была восстановлена продовольственная безопасность и чтобы ничего ядерного там не рвануло ни в коем случае. Поэтому идея о том, что пусть Россия получит какую-то помощь от КНДР, это хорошо. Скорее всего, это будет не такая большая помощь, чтобы обеспечить победу России и Китаю от этого только лучше. Вот примерно такой план у китайцев. Так себе это видит, как мне кажется, китайский МИД и международный отдел ЦК. В Китае социалистическими странами занимается партийный отдел, а тоталистическими, включая Россию, занимается министерство. Для Северной Кореи, с 90-х годов и особенно после гибели Саддама Хусейна очень боится, что с ней поступят как с Ираком, Сирией и Ливией, участие в союзенном договоре, дополнительные гарантии безопасности. Плюс Россия дает в обмен на военную помощь нефть и деньги. И плюс КНДР очень бы хотелось получить российские авиационные технологии. По каким-то причинам им их немедленно не выделили. На всей планете есть два человека, которые могут сказать «нет, это Владимир Путин и Си Цзиньпинь». И поэтому северокорейцы рассчитывают продолжать раскручивать сотрудничество и получить эти технологии. Это их излюбленная тактика с салями. Если нам не дают полностью, мы начинаем отщипывать по кусочку и в какой-то момент контрагент понимает, что он уже съеден. Украинский Центр Стратегических Коммуникаций в свою очередь опубликовал еще одно видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Давайте его посмотрим. Утверждается, что кадры сняты на Сергиевском полигоне в Приморье не более чем 48 часов назад на момент публикации. Видео, по-моему, было то ли вчера вечером, то ли сегодня утро. По итогу мы получаем довольно тревожащую меня ситуацию, потому что истощение России к ноябрю это был важный элемент возможной будущей победы Украины. То есть, по сути своей, российская армия к ноябрю должна была прийти уже не просто к состоянию окончания наступления. Его ожидал я в начале октября, конца сентября, что Россия остановит наступление из-за истощения. Но не учел я вот чего, что Россия может продолжать наступление даже путем расходования солдат, которых нельзя расходовать на наступления, которых нужно расходовать либо на оборону, либо на тыловые задачи. России плевать, она продолжает использовать всех, кого попало, всех, кто под руку подпадется, для того, чтобы продолжать наступать хоть где-то, хотя темпы российского наступления не просто замедлились, они рухнули. Россияне, помните, когда россияне прошли в августе довольно существенное количество километров на Покровском, точнее, направлении, уперлись в Селидово, тогда уже все сдавали Покровск и писали, что вот там до города 8 километров, это значит, что совсем скоро, может быть, к концу месяца россияне будут в Покровске. Ну вот, время идет, а до Покровска все так же 8 километров. Это не значит, что все хорошо, все чудовищно. Ну то есть украинские войска еле-еле сопротивляются, не еле, в смысле, что плохо это делать, а делать это невероятно хорошо и невероятно успешно по меркам того, сколько сил у них есть, но в любом случае Россия пока все еще стоит у Селидова и несмотря на то, что Россия пытается наступать на всех направлениях, каких-то серьезных успехов она не имеет ни на одном из них. Так вот, в итоге к ноябрю истощение российских войск могло достичь таких показателей, что мы бы увидели буквально то, что происходило в 2022 году в Харьковской области, когда Россия тоже наступала, 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 сожгла все свои ресурсы и вот в момент, когда она их дожгла, Украина пошла в контратаку и отбила огромное количество территорий Харьковской области, сбрала огромное количество российской техники. Эта атака до сих пор одна из самых мощных, которые Украина проводила за эту войну. И, собственно, могло бы случиться что-то такое, что в итоге бы поставило Владимира Путина перед выбором. Либо подписывать с Украиной какое-то мировое соглашение из слабой позиции, либо объявлять мобилизацию. Что ставит под угрозу политические реалии Владимира Путина. Дело приводит к экономическому коллапсу. И также не очень понятно, как к этому отнесутся внутри военной среды. Но в итоге, оказывается, появилась третья опция. Это северокорейские военные, северокорейское пушечное мясо. Оно не хуже и не лучше, чем 45-50-летние мужики, которых сейчас удается вербовать России. Не говоря уже про людей предпенсионного и пенсионного возраста. Они такое же пушечное мясо, которое также будет идти с автоматами вперед. И если действительно регулярные поставки войск из Северной Кореи в Россию будут иметь место, то это серьезной станет проблемой для ВСУ. И что-то надо будет с этим придумать. Я надеюсь, что действительно Запад высунет голову из задницы, начнет понимать, куда все идет, что эскалации все больше и больше появляются в этой войне. И что эскалации происходят не тогда, когда Запад помогает Украине, а наоборот, когда Запад медлит с помощью и Путин чувствует слабость. И тогда Запад уже, если поймет это, осознает, вынет голову из задницы. Тогда все уже серьезно изменится. Но тем временем украинцы воспринимают все нормально, шутят над происходящим, публикуют сообщения на южнокорейском, на корейском языке, и готовы объявить награды за тем, кто первый уничтожит северокорейских солдат, которые появятся на линии фронта. Будем следить с вами за развитием событий, помогать Украине как сможем и пытаться всячески остановить агрессора, кто чем может, кто чем умеет. С вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok